МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не допустить прорыва. Почему столкновения палестинцев с израильскими военными на границе с газой не утихают? Зарплатное равенство. Как в Британии предлагают оценивать женские труды? На что пойдет власть, чтобы заработок с мужчинами стал одинаковым? Пасха под обстрелами. Даже на время праздника боевики на Донбассе не прекратили огонь. Сегодня по украинским позициям били уже 12 раз. Четверо наших военных ранены. Горячие точки – это Светлодарская дуга, водяное Авдеевка. Не прекращаются и провокации на подступах к Мариуполю. Из Широкина материал нашего военкора Игоря Левенка. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! А зараз... Широкина, посеченная осколками церковь, вокруг воронки от снарядов и руины. Возле храма собрались бойцы. Службу Божию правит капеллан. Здесь звучит молитва за мир. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это те слова, которые сегодня очень голосно и очень уверенно лунат по целой передовой. Но также найти свое место глубоко в сердце каждого украинского защитника. Это те слова, которые вселяют надею, которые помогают верить, которые дают силы не остановиться. И самое важное – не втомиться, любить. Короткая молитва и морпехи расходятся по своим позициям. К сожалению, даже в такой светлый праздник враг не успокоился. Ночью был бой. Бойцы говорят, работали почти все калибры. Капеллана ждут на других позициях. Бойцы раскладывают паски и крашенки. У кого-то вместо корзинки солдатская каска. Ребята собираются на богослужения, развешивают фотографии погибших побратимов. За прошедший год в подразделении отдали жизнь, защищая Украину 12 морских пехотинцев. На все такие религиальные святы, они вместе с нами. Мы всегда их ставим рядом с собой. Мы всегда молимся за них. Мы всегда верны, всегда вместе. Бойцы говорят, не все смогли попасть на праздничную службу. В эти самые минуты на передовой в районе поселка Водянова завязался бой. С той стороны продолжают обстреливать и не додерживаются никаких моральных принципов. Для них нет ничего святого. За все сутки нас обстреляли в нашу позицию несколько раз. Это обстрел был из минометов, обстрел был из Птурив. В результате сегодняшнего обстрела в Водяном осколочные ранения в грудь получил один солдат. Его срочно госпитализировали. Сейчас состояние бойца стабильное. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. За мир в Украине молились в Киево-Печерской лавре. Там провели праздничную литургию. На пасхальный молебен собрались тысячи верующих из разных уголков страны. Все подробности в материале Юлия Жешко. Ровно в 23.00 благодатный огонь привезли в Печерскую лавру. Это значит, что Господь благословил землю еще на один год. В честь этого в храме преподобного Антония Феодосия прозвучала высшая молитва. Литургия. Праздничное богослужение началось сразу после того, как благодатный огонь внесли в храм. Священнослужителям пришлось пробираться к алтарю через толпы людей. И по традиции священный огонь из Иерусалима передали верующим. Сюда съехались тысячи паломников. Чтобы отпраздновать воскресение Господня, пришли целыми семьями. Мы каждый год ходим в эту церковь, даже когда еще маленькая была, мы всегда смотрим на крестный ход. Для меня это... Я очень люблю этот праздник, потому что он даже красивый, можно так сказать. К началу службы в Киево-Печерскую лавру прибыл и президент Петр Порошенко. Он приехал вместе с супругой и детьми. Глава государства пробыл здесь почти до конца службы. Здесь мы встретили и народных депутатов. Они пришли помолиться и посвятить Пасхе. Но только в этот вечер ни слова о политике. Сюда я пришел с женой. Она здесь находится. А дети готовятся ехать с нами вместе освящать Пасхе. Каждый год у нас традиция. Мы в разных цифрях освящаем. И вот эта традиция, она уже несколько лет. А вообще праздник для нас, как и для всех граждан нашей страны, всех верующих, это святой день. Мы думаем, я надеюсь, мы хотим, мы желаем, чтобы этот день принес мир. Люди верят. Люди верят в добро. Люди верят, что этот день принесет им добро в их семье, в страну добро принесет. На службу в Лавру пришел и нардеп Вадим Новинский. Всего пару часов назад он встречал в Борисполе благодатный огонь. Был здесь и народный депутат от оппозиции Сергей Левочкин. Как и глава государства, политики получили благословение от патриарха. Смерти из земного храма. Смерти из земного храма. А потом со всеми верующими присоединились к крестному ходу. Около двух часов ночи в храме на Печерских холмах началось причастие. А после ожидали освещения пасхальных корзин. У большинства украинцев богатый праздничный набор. Олбаса, мясо, ну, естественно, яйца, курицы, крашенки. Расстаете до утра сегодня? Обовесково. Сто процентов. До четырех утра? Да, с весной. Мы с корзинкой пришли. А что будете ждать? Пасху. Можем показать. Закарпатский набор. Под звон церковных колоколов наступил рассвет. Христос воскрес. И пасхальная литургия подошла к концу. Юлия Жешко и Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. В Идубицком монастыре торжественную литургию посетил лидер радикальной партии. Олег Ляшко вместе с семьей осветил праздничную корзину с Пасхой. А утренний молебен народный депутат провел во Владимирском соборе. После праздничной службы Олег Ляшко встретился с прихожанами и поздравил всех с Пасхой. Пасху украинцы праздновали с размахом. В некоторых городах даже устроили народные гуляния. В Одессе, например, показали, как этот праздник отмечают греки. А в Запорожье люди собрались на Хортице. Как все было, видели наши корреспонденты. Танцы, песни, блюда средиземноморской кухни. В Одессе на центральной площади города сегодня сытно и весело. Это празднование Пасхи в греческом стиле. В Греции в этот день принято устраивать народные гуляния, накрывать столы на улицах. Теперь оценить эту традицию могут и украинцы. Организовал праздник благотворительный фонд мецената почетного консула Греции Пантелеймона Бумбураса. Мы стараемся дать радость людям, потому что это нужно для нас в жизни. Праздник это хорошо для жизни, для людей. Поэтому я желаю, что все думают положительно и дальше будем жить лучше. Христос Анести, и мы отвечаем Алистос Анести. Ароматные шашлыки и молодая баранина на вертеле. Пока замаринованное мясо пропекается, выстраивается огромная очередь из желающих разговеться по-гречески. Мы сейчас снимаем первый слой уже готовый. Подходят люди без проблем и бесплатно забирают от себя, сколько хотят. И, конечно же, классический греческий салат. Такой весенний праздник его организаторы устраивают в Одессе уже третий год подряд. И гостей на площади каждый раз все больше. Ну, по сравнению с прошлым годом, гораздо больше людей, намного больше. Раза в три, наверное, если не больше. Публика в восторге. Греки и украинцы празднуют Пасху за одним многонациональным столом. Мы все христиане здесь сегодня собравшиеся. И мы празднуем этот праздник, что Христос воскрес сегодня. Христос воскрес! Христос воскрес! А в Запорожье, по уже сложившейся традиции, Пасху отмечали на острове Хортица. На праздничный молебен тут ежегодно собираются тысячи горожан. Хортица – это сакральное место. Хортица – это душа юнации. И самое главное, что мы же всегда говорим, что это не левый и не правый берег. Это центр Украины. Хортица объединяет всех. Пасха на Хортице – не только освещение пасхальных корзин. Сегодня это больше напоминает музыкальный марафон. Не успел выступить хор запорожских казаков, как на импровизированной сцене его сменяет нацгвардия. За ударными 9-летний Игорь Чесноков. В военном ансамбле мальчишка уже два года, но на Пасху играет впервые. Это что-то новое. Я никогда не играл на Хортице вообще. Интерактивные игры, сувениры, фотозоны. Национальный заповедник сегодня превратился в один огромный парк для воскресного отдыха, где разговеться можно было прямо здесь, на зеленых склонах Днепра. Андрей Анастасов, Сергей Бордюжа, Игорь Михоношин, Игорь Воробей. Подробности – телеканал Интер. НАБУ подозревают в коррупции командование госпецслужбы транспорта. Речь идет о строительстве жилья для военнослужащих в Киеве. Согласно договору, на 8 гектарах принадлежащих Минобороны построят 10 многоэтажек. Всего около 4,5 тысяч квартир. Из них военные получат всего 150. Министр обороны уже отреагировал на ситуацию. Степан Полторак потребовал пересмотреть невыгодное соглашение. Бунт заключенных в Николаевском СИЗО. Как сообщили в государственной пенитенциарной службе, сегодня около 12 часов дня после утренней прогулки несколько арестантов отказались вернуться в свои камеры. Попросили, чтобы тюремщики разрешили им отпраздновать Пасху во дворе СИЗО. Получили отказы, решили не заходить обратно в помещение. Работники изолятора почти три часа вели переговоры с заключенными. Контролировать периметр здания вызвали полицию. Около трех часов дня бунтари согласились вернуться в камеры. Физической силы и спецсредств к арестантам не применяли. Конфликт исчерпан, сообщает в пенитенциарной службе. Лесорубы в заповеднике на территории национального парка в Закарпатье, где должны оберегать деревья, селяне уничтожили более 200 ценных буков. Так утверждают общественные активисты. Но у местных жителей своя правда. Наши корреспонденты выслушали обе стороны. Вот так хозяйнуют в Породозаповедном фонде Ужанского национального природного парка. Эти свежесрубленные деревья возле села Стужица на территории Ужанского национального парка сфотографировал активист Влад Каменца. Насчитал больше 200 поваленных стволов. В основном это деревья ценных пород – буки. Говорит, рубка варварская. Щепки и ветки дровосеки просто сбросили в ручей, не расчистив его. Это переважно век деревьев от 120-150 лет. Это старовековые леса. Буферная зона, их вообще заборонено вырубывать. Было также нам выявлено факт тролювания. То есть фактически стволы деревьев стягивались вниз, что также есть порушением санитарных правил в лесах Украины. В администрации национального парка уверяют, территория, на которой обнаружили рубки – это паиселян. Земля досталась им после ликвидации колхоза. Мова идет о эти территории. Как вы видите, они белым по значению, потому что это были колишние поля и чагарники. Колишние колгоспные земли, когда колгоспи распалились, и эти земли были просто распайованы для населения. На своих землях селяне могут делать все, что угодно, говорит сотрудница нацпарка. Колгоспи, вы сами понимаете, распалились лет 20-30 назад. Даже на полях, которые уже не расчищались, за 20 лет вырастает дерево добротное. Это паисные земли, это земли населения. Какие населения, в принципе, расчищают и посечают. Действительно ли рубят деревья жители Стужицы, едем проверять. В селе этого не отрицают. Мол, нужны дрова. В Стужице нет газа, печи топят древесиной, и ее катастрофически не хватает. Населению нужно 3000 кубометров в год. Нацпарк может продать только половину. Люди поясняют, рубят, так как нет альтернативы, ведь власти так и не выполнили обещания, которые давали в 2000-х годах, когда селяне согласились на создание нацпарка, спасая его от массовых рубок леса. Обещали вкладывание серьезной инфраструктуры, что строят дорогу, примутают школы, обеспечивают население альтернативными видами опаления, газ затянуть. Из этого ничего практически не сделалось. В тот момент, если 30 тысяч кубов рубали, теперь 3 тысячи для потребов местного населения не выделяют. Была ли рубка возле Стужицы законной, разбираются в полиции. Открыто криминальное проведение. Статия расшифровывается как незаконная порубка леса. Такое правопорушение предбачает избавления воли аж до 3-х роков. Изучить карты и границы нацпарка должна специальная комиссия из активистов, представителей полиции и геодезистов. Они обещают начать работу в ближайшее время. Александр Васильченко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Не террориста, а психически больной одиночка. Наезд на людей в немецком Мюнстере, в результате которого погибли два человека, и десятки получили тяжелые ранения, совершил местный житель. Известен ли мотив, выясняла Татьяна Лагунова. Первый по-настоящему теплый весенний день на террасах кафе и ресторана в историческом центре Мюнстера. Нет свободных мест. И вдруг неожиданно в одну из них на большой скорости въезжает микроавтобус. Вот одно из первых фото с места трагедии. Перепуганные посетители, разбросанные столы и стулья и сама машина. Водитель спустя несколько секунд после наезда покончил с собой. Водитель покончил с собой, он застрелился, пока мы не установили его личность. Похоже на теракт, сразу же сообщили немецкие СМИ, но позже выяснилось, наезд совершил житель Мюнстера немец Йенс Эр, дизайнер по профессии. Он страдал серьезным психическим расстройством. Микроавтобус принадлежал ему, а сам он жил в нескольких километрах от места трагедии. При обыске в его квартире нашли пиротехнику и муляж автомата Калашникова. Мы сейчас на начальном этапе расследования, но я могу сказать, что за этой атакой нет политического мотива. Мотив нужно искать в личности преступника. К месту трагедии жители Мюнстера несут цветы и свечи. Город не может оправиться от шока. Я в шоке, как и вся моя семья. Наша дочь тоже в это время находилась в центре города, недалеко от места, где все произошло. Слава Богу, что с ней ничего не случилось. Люди приходят и в больницы Мюнстера сдать кровь для пострадавших. Ранения и травмы получили более 20 человек. Шестеро из них в критическом состоянии. Какой мотив этот вопрос до сих пор остается без ответа. Соседи мужчины рассказывают, что он жил как отшельник и они видели его от силы пару раз в год. Знакомое, что он был склонен к суициду и рассылал им прощальные письма. Но почему Генс решил покончить с собой, забрав при этом жизни других? До сих пор неизвестно. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. По меньшей мере 70 человек погибли в результате газовой атаки в Думе. Это последний город сирийской восточной Гуты под контролем оппозиции. Об этом сообщает сирийская организация Белые каски. Правительство страны уже назвало обвинения в химатаке сфабрикованными. Вашингтон, в свою очередь, всю ответственность за нападение возложил на Россию, которая оказывает поддержку правительственным войскам. Много погибших, в том числе женщин и детей, в результате бездумной химической атаки в Сирии. Зона поражения окружена сирийской армией, поэтому совершенно недоступна всем остальным. Мы молимся за всех умерших, за раненых, за семьи, которые страдают в Сирии. Нет ни хорошей, ни плохой войны. И никто и ничто не может оправдывать использование таких инструментов насилия по отношению к людям. Давайте молиться, чтобы политические и военные лидеры выбирали путь переговоров. Это единственное, что может привести к миру. Глава украинского МИДа также прокомментировал новости о химической атаке в Сирийской Думе. На своей странице в Твиттере Павел Климкин написал, что ответственность за нападение полностью лежит на России. И что это очередное жестокое преступление против человечности. Москва, в свою очередь, причастность к атаке отрицает. Министерство обороны России заявили, сообщение о применении бомбы с хлором в Сирии не соответствует действительности. Кровопролитные столкновения палестинцев с израильскими военными на границе Израиля и сектора газа продолжаются. Идет так называемый марш возвращения. Арабы требуют вернуть беженцев в места, где они жили до образования еврейского государства. Подробности у Сергея Услендера. Граница с газой напоминает действующий вулкан. Это съемки с беспилотника. Огромные клубы дыма застилают солнце. Демонстранты жгут тысячи колес, им подвозят все новые. Это так называемый марш, который проводят палестинцы, требуя возвращения арабских беженцев в Израиль. Израильтяни к такому развитию событий подготовились заранее. На границе инженерные части воздвигли огромный вал, на котором заняли позиции снайперы. У военных категорический приказ не допустить прорыва границы. При малейшей попытке приблизиться к забору или проломить его солдаты открывают огонь на поражение. Убитых уже десятки раненых сотни. Я думаю, что другая сторона также понимает, что продолжать не стоит. Я предупреждаю их о недопустимости провокации. Мы установили четкие правила игры, и мы не намерены их менять. Каждый, кто приближается к забору, рискует жизнью. И я советую гражданам Газы посвятить свои усилия не протестам против Израиля, а изменению политики руководства сектора. Границы сектора стянуты усиленные армейские части с бронетехникой и артиллерией. Но до применения тяжелого оружия пока дело не дошло. Руководство сектора обвиняет Иерусалим в беспричинных убийствах палестинцев и призывает мировое сообщество вмешаться. Мы самым решительным образом осуждаем убийства палестинцев, выступающих за их права. Мы вновь повторяем призыв о необходимости проведения независимого и прозрачного расследования этих инцидентов. Мы также подтверждаем важность обеспечения международной защиты для палестинцев. Многие эксперты полагают, что этими протестами палестинцы пытаются вернуть внимание к своему конфликту с Израилем, которая в последнее время изрядно ослабела. Протесты, по словам их организаторов, продолжатся минимум до 15 мая. Эту дату арабы считают днем своей национальной катастрофы, потому что накануне, 14 мая, было основано государство Израиль. Поэтому еще целый месяц войска Южного военного округа будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Новые версии в деле об отравлении Скрипаля обнародовала британская пресса. Журналисты предполагают, что яд новичок имел гелеобразную структуру и был нанесен на ручку двери. По их мнению, если бы новичок распылили в виде газа, жертвы скончались бы немедленно, а исполнители не успели бы покинуть страну. Кроме того, преступники не случайно выбрали для покушения именно воскресный день, чтобы никто другой, к примеру, почтальон, не коснулся дверной ручки. Тем временем, Сергею Скрипалю уже лучше, но его состояние более тяжелое, чем у дочери. СМИ сообщают, что им обоим предложат выехать из страны под новыми именами. Нет гендерной дискриминации в зарплатах. Британское правительство намерено уравнять оплату труда женщин и мужчин. Какие меры подготовил кабинет Терезы Мэй, узнавала Ирина Иванова она в Лондоне. Зарплатный аудит Великобритания проверяет, насколько бизнес недооценивает женский труд. Специальный закон обязал компании, в которых работает от 250 сотрудников, на этой неделе раскрыть информацию о зарплатах обоих полов. Требования распространяются на более чем 9 тысяч частных фирм и учреждениях госсектора. Уже известно, что в среднем британки получают за час работы на 18% меньше, чем мужчины. Зарплатное неравенство в пользу представителей сильного пола присуще 78% компаний. Только 13% больше вознаграждают женщин. Остальные 9% платят сотрудникам одинаково. Не все бизнесмены охотно соблюдают закон. Некоторые называют его слишком жестким. Премьер-министр Тереза Мэй не согласна. Тем, кто не выполнит требования, угрожают судебные иски и штрафы. Сто лет назад некоторые женщины только получили право голоса. Но, несмотря на прогресс, существует множество факторов, до сих пор сдерживающих женщин. Когда я стала премьер-министром, взяла на себя обязательство бороться с проявлениями вопиющей несправедливости, которые есть в нашем обществе. Одно из них разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Пока закон направлен лишь на анализ ситуации и не предусматривает какое-либо наказание за разницу в оплате труда. Правительство обратило более пристальное внимание на этот вопрос из-за нескольких громких инцидентов. Так, в январе этого года в эпицентре скандала оказалась телерадиокомпания BBC. Редактор китайского бюро Кейли Грейси уволилась, когда узнала, что получают вдвое меньше, чем ее коллеги-мужчина на таких же постах. Директора корпорации Тони Холла даже вызывали в парламент, чтобы он объяснил, почему платят мужчинам больше, чем женщинам. Тогда проблему решили урезанием зарплат сотрудникам-мужчинам. Ирина Иванова, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер. В Венгрии выбрали парламент. Избирательные участки закрылись полчаса назад. ЦИК уже начал подсчет голосов согласно последним соцопросам. Правящая партия Фидес, премьер-министра Виктора Орбана, который ведет активную антимигрантскую политику, может получить около половины голосов. Таким образом, Орбан обеспечит себе уже третий срок на посту премьера. Третье место в парламенте. Ставки очень высоки. Мы либо станем страной для мигрантов, либо останемся свободными. Ну или будем бороться за то, чтобы все-таки остаться свободными. Может случиться все, что угодно. Может даже правительство поменяться. Мы должны надеяться на наилучший исход. Либо прежняя власть вновь получит большинство голосов, либо более мелкие партии заручатся поддержкой. Экс-президент Бразилии Лула Дасильва, осужденный на 12 лет за коррупцию, сдался властям и начал отбывать наказание. Политик должен был добровольно явиться в полицию еще позавчера, однако скрылся в здании Дома профсоюза в пригороде Сан-Паулу. Спустя сутки Дасильва все-таки решил сдаться, однако удалось это ему не сразу, поскольку сотни его сторонников блокировали здание, не давая автомобилю отъехать. Лула Дасильва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 год. Свою кандидатуру он намеревался выдвинуть вновь на выборах в октябре. По прогнозам экспертов, он получил бы высокую поддержку не менее 36%. Я делаю это сознательно, если не сдамся добровольно, они скажут, что я скрываюсь. А это значит, что мне есть что скрывать. А это не совсем так. Я хочу прийти туда и увидеть их лица, посмотреть им в глаза. Они должны понимать, что я их не боюсь и докажу им свою невиновность. В Босфорском проливе в Турции мальтийский танкер, который следовал из Египта в Украину, протаранил историческую виллу. Произошло это накануне, однако видео появилось только сегодня. При прохождении канала экипаж потерял управление и огромное судно на полной скорости врезалось в постройку 18 века. Никто не пострадал, но особняку стоимостью 85 миллионов долларов нанесен серьезный ущерб. По предварительным данным причина аварии неисправность рулевого оборудования. Почему закрывают Стамбульский музей современного искусства? Какие загадочные узоры обнаружили ученые в Перу и как роботы спасают от одиночества? Об этом и не только в нашем обзоре. Тревога в Чили. Вот-вот начнет извергаться вулкан Чильян, самый активный в стране. Огнедышащая гора неспокойна уже несколько лет, а в последние дни начала выбрасывать дым и пепел. Из одного из кратеров потекла лава. Сейсмологи зафиксировали сильные подземные толчки. В близлежащих поселках готовятся к эвакуации. Неподалеку от Чильяна десятки отелей, где останавливаются туристы. Неожиданная находка турецкие патрульные во время обычной проверки автомобиля на дороге обнаружили старинный артефакт. Библию, написанную на коже. Владельца машины, гражданина Ирака и его спутников-сирийцев задержали по подозрению в контрабанде. Книгу исследуют ученые. Сколько ей лет, пока не установили. Однако утверждают, эта библия определенно имеет историческую ценность. Непредсказуемая башня. В датском городке в Орденборг решили снести старую силосную вышку. Вот только после взрыва динамита 56-метровое строение качнулось в одну сторону, а упало в противоположную. Из-за незапланированного поведения конструкции пострадала городская библиотека. Удар пришелся на ее крышу. Людей оттуда эвакуировали заранее. Специалисты, которые организовали демонтаж, инцидент назвали мистическим. Стамбул прощается с музеем современного искусства. Его закрывают на реконструкцию. Полюбившиеся горожанам здания на берегу Босфора планируют превратить в новый символ Стамбула. Над проектом будет работать известный архитектор Ренцо Пиано, автор парижского центра Помпиду и небоскреба Шард в Лондоне. Закончит работу через три года. Пока же всю коллекцию музея перевозят в другое здание в центре города. Птицы, кошки, человечки. Такие новые узоры на плато Наска обнаружили ученые в Перу. Открыли около полусотни геоглифов. Это огромные рисунки на Земле, различимые только с высоты птичьего полета. Считается, их оставили представители культуры Наска еще до нашей эры. Зачем для историков пока загадка. Исследователи установили, что обнаруженные линии на несколько сотен лет старше уже известных. Поэтому их авторами могут быть и другие народы. Робот, с которым не будет одиноко. Такой механизм разработали инженеры в Южной Корее. Говорят, он поможет одиноким молодым людям найти друзей. Внешне робот по имени Фриба напоминает кошку. В центре корпуса экран с интерактивными глазами. Прибор следит за передвижениями человека по дому с помощью звуковых и световых датчиков. Если хозяин пришел домой, Фриба может сообщить об этом другим владельцам подобных роботов, отправив сообщение в чате и помочь им начать общение. Внешность обманчива, по крайней мере в случае с канадским сфинксом по кличке Эрдан. Недавно он стал популярен в сети благодаря необычной внешности. Его инстаграм уже собрал больше 8 тысяч подписчиков. С первого взгляда животное кажется злобным и недовольным. Однако его владелица утверждает, это очень милый и ласковый питомец. Эрдан любит наблюдать за птичками из окна, а еще обниматься с хозяйкой. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин